всем привет я надеюсь будет и слышно и видно ну ясно что это ASMR так что надевайте наушники или делайте громкость громче или как то так это у нас Avon вообще в нашей части России где дофига быстрые консультанты он уже действует но у тех кто он еще не действует то он будет действовать с 13 февраля по 4 марта я извиняюсь что делаю обзор только сейчас но как то у меня не получалось но я надеюсь что нам мои дорогие соседи сегодня не будут мешать своим тук 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 но и мой кот тоже не будет тут хулиганить да отлично отличное предложение как считает моя подруга можно заказать два вот этих аромата каждый по 800 рублей и один будет у вас за рубль можно сказать практически подарок и здесь вот можно подогнуть ой оторвалось и понюхать я не знаю как передать но такое какое-то свеженькое мне кажется тоже конкретная такая повторяшка что у Avon что-то спокойное было я конечно не стала заказывать хоть моя подруга меня айтикировала все утро но у меня духа до века Avon мне не особо много что нравится и то что я хотела себе заказать это и выбросши я все-таки заказала себе хотя и возможно в 2 раза дороже но где-то за 1500 мне вышли 30 мл здесь у нас каждый за 50 я вообще отсюда не вижу но я надеюсь что на камере вам в смысле на экране все будет видно лучше чем мне я думаю одеть немножко другие очки но с такого расстояния глядя в монитор камеры мне было бы сложно потому что так-то близко а сквозь камеру смотреть не очень удобно вот вот также можно приобрести какой-то другой аромат не только тот то бишь не обязательно покупать все три вот таких можно выбрать какой-то еще или один из трех или три одинаковых или три разных суть в том что два аромата вы покупаете за 800 за 800 а один всего лишь за рубль я ничего не могу сказать про все эти ароматы хоть тут и страничкой можно поделить все такое но как понимаете где мой нос и где эта страничка и я так понимаю что это какие-то новые ароматы ливен но для меня лично не новые я не особо часто до этого если стала к другим после того как они скажем так меня забанили и перестала быть представителем когда я еще почти была представителем как раз водилась эта марка Марк в смысле я понимаю того и но одна моя знакомая говорила что это как бы переистание чего-то старого просто Марк ну как бы те же яйца ведь сверху там вот тут лаки всякие лучше отсюда сумки ну там что-то купить надо потом купишь эту сумку если честно я вот этой хренью эйвановской сумки не очень интересуюсь поэтому ничего вам сказать не могу я просто полистаю наверное если что-то меня действительно зацепит или я в этом как-то больше понимаю чем кажется то я вам скажу ну или просто буду комментировать что-то такое камера камера обознает некоторые муртарицы на эти три картинки и эту и вот эту и вот эту тоже обознавала ну и понятно что-то что-то журнала запытала посвящен 8 марта да где-то все-таки было немножко для мужиков на счет 23 февраля но где-то ближе к концу и мои любимые другие покупала и в таком флаконе и по 30 мл пару раз а потом разонрались совершенно и уже кому-то загорило я нам очень надеюсь что громкоговорящих моих соседей которым видимо скучно жить без стучания в стенку они решили поорать не слышно потому что я частично слышу их глаза бурбланк у меня моя бурбланка все еще живая раньше мне нравились в стенке но я давно уже перешла на самопольные скажем так потому что однажды подобного тесика у меня случилось легкие и пришлось практически полгода пользоваться теской присыпкой вместо дезодората в стенке 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 да, тут очень много всяких страничек которые можно потерять поэтому если вы представитель Эйвана или Шея просто клиент то попросите себе каталог в стенке в стенке в стенке по какой-то причине просто подробно не так часто не каждый день скажем используется пущем я бы может заказалась какую-нибудь помаду но у меня их сейчас просто лично для меня очень много и так я изначально хотела заказать себе этот набор но насколько помню гелевые гели из серии сенсов мне не очень нравятся вот это мыло я не прониклась оно конечно не размокает в мыльничке в которую у меня стабильно попадает вода у меня лежит на кухне но по мне оно не слишком мылкое и может быть за счет этого очень экономичное но я не в восторге мне подруга хвалила но я как-то ждала нечто иного в итоге я не стала заказать этот набор но в принципе если вам нравится и шинга и гельдя туша то вполне за 189 троечка этот сам набор не дорого я считаю и для подарка или просто про запас аромат в принципе неплохой мне был во время такой когда я еще была представителем эйва в принципе он как бы нормальный и в этом каталоге довольно много всяких наборов интересных если бы у меня была недостача допустим ну не было бы допустим еще приличное количество в запасе мыла кускового то я может быть что-то такое заказала себе у меня даже бельная трава эйвон все еще есть в наличии 2 или 3 штуки причем 500 мл а так тут вполне неплохие и местами даже не очень дорогие наборы ну мне кажется вот это конечно завышена цена на такие но такая пенка потому что 250 мл гель на тушу по-моему если не путаю ну даже если гель на тушу в 2 раза больше все равно как-то хотя в принципе мушек да 500 мл гель на тушу тогда в принципе нормально так что я советую вам приобретение что-то тут детская серия туалетка детская вот эту серию я вообще не понимаю тут оттуда и долу стул если что-то там еще сегодня завтрус да или навсегда или как-то так вот если честно страшный мейкап какой-то я бы испугалась, если бы ее увидела, будучи мужиком, придя на свидание вот одну из этих у меня оранжевая была в поменяшке еще до того, как я стала делать видеообзоры на канале я помню задарила по просьбе трудящихся, своей знакомой, с которыми больше уже не общаемся одну мне, я хотела сказать, но уже не была представителем, внезапно мне подарила подписчица Лёлька, вот эти две у меня есть и, по-моему, какую-то из этих я так поняла, что она тоже новинка но, в общем, я еще не пробовала, и я бы, может, заказала себе какую-то из этих я не помню просто, какая у меня есть, какую Лёлька дарила, и какая вот тут из этих двух новая персив у меня был когда-то зеленый, но у меня кто-то его спросил, возможно, даже Женька, может, но я не помню, кто, короче голубой у меня был вообще всегда сестры дарили на 8 марта или на Новый год персив я раньше думала, долго думала, потому что каталоги в основе не видела сама вживую что персив это только дейсики и вейвен, а дух вот эти вот эти мне очень нравятся духи, я даже делала на Айрекоменде отзыв, назвала его «Ромат Солнца» и одно из, единственное, наверное, нормальное из тех духов, что мне дарила моя бывшая знакомая точнее, как она отдавала, то, что ей не подошло, она отдавала мне в основе хочу-не хочу но я из вежливости всегда как бы принимала, потому что, знаете, если к вам пришел человек делать подарок обычно считается, что человек с нормальными побуждениями, с хорошими побуждениями делает вам подарок а не берет позже, что во мне кожа и я как бы, мама меня учила вежливо говорить спасибо потому что человек старался ну и, в общем, из всех духов, что она мне отдавала, выгон или Айрекомен, вообще где-то, вот эти я считаю самые лучшие потому что у меня закончились, она меня спросила ну и я согласилась, у меня талантов до их у меня до сих пор еще не есть вот одна из двух планок она мне отдавала мне, честно, не понравилось но человек не умел слышать мне от других и, короче говоря, я, в общем, потом у меня девочка одна забрала, ей понравились но они для меня раскрывались, как мыльная вата вот стиральный порошок, самый дешевый и на ней точно так же раскрывалась в общем, какие-то отвратности вот это, по-моему, у меня было тоже отдавало мне это знакомое и я их, они, в принципе, приятный аромат но не стойкий, я в основном использовала как освежитель воздуха дома вот этот, у меня вот этот был, кажется, пробник еще когда я была представителем я хотела полноценный флакон заказать, но как-то не сложилась потом думаю, наверное, все-таки закажу себе этот, соответственно, я не пробовала я думала, уже иди запасать много разных пробников разных туалетов, которые мне когда-либо хотелось или просто хочется понюхать но, в общем, как-то я прособиралась и, наверное, в следующий раз, может, сделаю заказ вот эти у меня были, очень мне нравились и они мне достались, кажется, поменяшки и что-то в этом роде соленое он был раньше такой блогер Елена Овсянникова или Алена Овсянникова, я точно не знаю ну и у нее еще есть инстраграм она занимается вышивкой я не знаю, сейчас у нее существует канал на YouTube или нет, потому что она два раза его закрывала второй раз уже назывался каналом ничего личного тут спрей за дело лосьоны по ходу делаю лосьоны по ходу делаю и спрей за дело вот каждый по 150 если купите их 2 штуки или что по 200-230 по 1 мне кажется, по 150 2 покупаю что вполне себе нормально 300 рублей за то тут у нас пошло для мужиков вот как раз вот про то, что я говорила до сих пор нет подарка для него но мне кажется, если честно это какая-то потребительская вот тема что я сначала подарю тебе на 23 а потом ты мне подаришь на 28 твое на 8 марта потому что мне кажется, подарки надо делать ну вообще стоит делать вне каких-то дат и что-то там конкретное вот я тебе подарю как бы дариться ну что-то в общем такое как бы у нас традиция допустим, что она мне подарили я говорю своей тете а ты что вот как-то в ответ в таком случае, мне кажется это лучше ничего не дарить если делается только один на один на отдачу точно так же ты можешь купить сам себе что-то что тебе хочется и не будешь зависеть от кого-то другого но это вот именно не знаю от Советского Союза что-ли от чего так пошло именно внушение такое людям в России я не знаю как в других странах что ты мне я тебе не от души ты мне от сердца мне в принципе нравится делать подарки людям я люблю получать подарки но и люблю делать подарки я была однако ну как знакомая мы с ней учились вместе в беде она меня лет на 16-17 старше вот она говорила что они дни рождения не отмечают как вообще принято в России и по большей части в мире и если ей что-то нужно то ее сестра или маме ей просто покупали и так же поступает мой бывший друг парень я не знаю как его позвать полусетевой френд я его одно время называла он говорил что на дни рождения обычно ноль на какие-то праздники подарки не делаются и просто когда что-то нужно то они в семье и покупали в комом-то плане это правильно но мне кажется лучше все же какую-то середину найти а не Даш Наташ потому что вот это то что позиционируют как-то продвигают такие отношения что даже вот эти анекдоты там муж такой плохой лично а такая плохая я никогда не понимала зачем жить с человеком который тебе не нравится с которым тебе противно жить ну который тебя раздражает даже если сначала вы друг другу как-то нравились то суть терпеть друг друга помню у нас была девчачья компания и так девочка одна постоянно жаловалась на своего парня вот никак-то такого не понимала тут так же типа позиционируют так не хочу пугать но кажется у кого-то 8 марта под угрозой еще не поздно свидетельками то бишь ты должна подарить своему мужику что-то подороже и покруче чтобы он точно такое же подарил тебе на 8 марта это какой-то потреблятор на мой взгляд если у вас другое мнение или просто ну как-то вы на эту тему думаете примерно так же как я или иначе буду рады вашим комментариям если конечно вы не уснули в тот момент когда я это говорила герой твоей мечты тоже мечтает о подарке и тоже не всегда понимаю некоторые блогеры в инстаграм мне иногда что-то подсылают так же как на ютубе типа глянь это тебе должно быть интересно типа вот мой подарок такой долгожданный подарок еще одна моя так же одна моя бывшая знакомая постоянно говорила долгожданный подарок вот то что я очень хотела мне кажется если у тебя есть возможности ты покупаешь что-то иное то у тебя есть как бы есть деньги на то что ты хочешь по мне лучше купить что-то путное и дорогое кучу всякого дерьма дешевого и потом сидеть и выйти что вот я хотела это но никто мне не дарит с другой стороны кто обязан тебе это что-то дарить ну тут тема для мужиков если честно я ничего сказать не могу про серии вот эти мужские хотя некоторые мужские ароматы мне очень нравятся ну и такие вот сексовые у меня есть подруга у меня есть подруга которой нравится исключительно мужской парфюм а у нее есть знакомая ну в смысле ее друг мой знакомый общий скажем так знакомый который любит пользоваться исключительно женской парфюмери при этом у нее нормальная ориентация если что так же как у нее я бы такой себе шарик заказала или пробник от него просто ваку нравится ну вообще Эвакета Гэри Сэнс с мужской серией дарила своему родственнику разные годы жизни скажем так может быть быстро листаю или что изменить шок цена любой продукт за 139 рублей карандаш или купленная помада тут очень много таких всяких помад детских вот этот самый марк теперь я понимаю откуда у моей бывшей знакомой одно время были такие страшные макияжи когда очень яркие алые какие-то такие синеватые губы и голубые тени ну тут практически то же самое синие тени и красные губы чем фриковее тем круче наверное красные кстати интересный цвет интересно как если вот заказать пробник оно вот именно такого цвета будет я у мамы франкенштейн практически я не осуждаю это как бы на любителей все кому-то нравится одно кому-то другое синий из этой серии никогда себе ничего не заказывал мне никто не дарил но когда еще была представителем и был какой-то купон типа на 500 рублей скидлен на самом деле какая-то вообще обман была грубо говоря если и без мата у меня подруга заказывала бы мату еще что-то себе такое из этого сукса так что я ничего сказать не могу круто это не круто или еще как-то вот тут мини набор для маникюра крем-дорог и поучила лак для ногтей мне пообещали сумочку в виде кубы в которую можно на телефон положить не знаю успели послать из Питера или нет просто потом пришлют или первичные встречи подарят просто вот что-то увидела только как телефон сюда кладется вдруг бижутерия ну если кто не в курсе я просто не любитель бижутерии я за натуральность в смысле за золото-серебро димириор или что-то в этом роде у меня как бижутерия как бижутерия если кольцо то на пальце остается зеленое такой слой но уши меня просто не воспринимают и начинают гноиться или иногда даже кровоточит там где сережки так что ничего вам сказать не могу и вот эти лишние что типа бижутерия под золото выглядит дорого или бижутерия посеребряная по мне это такая порнография в самом плохом смысле слова я не осуждаю тех кому это нравится но в детстве когда девочка где-то до 15 можно носить какие-то украшения у меня было даже колечко с типа под золото и зеленым таким камушком типа под золото но это когда ты маленький там ну 10-12 лет хотя первое мое серебряное кольцо мне подарили на 8-летие мои родители но у меня даже шивы до сих пор хотя рисунок граммировка там все было уже подстерлось с поделочных камней конечно это круто вот мне нравится там шемчук или еще что-то но то что именно даже с заказом по подделочным камням короче грубая пластмасса под видом типа вот это шемчук или там под видом еще какого-то камня то не знаю не может быть это выглядит дорого хотя честно вот мне кажется что лучше одно какое-то золотое украшение чем кучу всего на себя нацеплять как белка новогодняя это относительно золото ну или там какая-нибудь брошка красивая но вот это все это мне кажется какая-то в общем дешевка даже если оно выглядит только это знаете как свадьбы чем шумнее и дороже свадьбы тем быстрее люди расходятся и если на то пошло то лучше сделать какое-нибудь украшение там из тех же бусинок самой чем купить украшение из бусинок из какого-нибудь украшения у нас я иногда очками задеваю за шубку камеры не знаю слышно это или нет на счет одежды у меня как бы двойственное отношение потому что платье которое вейвен покупала из вискоза единственное там были пуговицы и они не нашиты никак декора как пуговицы они очень быстро отлетели а леггинсы которые покупала вейвен они очень быстро покрылись карточками они под джинсом либо какие-то блюки зимой эти леггинсы хорошо так что если вам что-то такое нравится и вы не против искусственной ткани то конечно покупайте а если все же вы за натуральность то ищите какой-нибудь хлопок 100% хлопок 100% не знаю лена или 100% вискозу а полиэстер за такие деньги хотя здесь одежда как-то мне больше нравится визуально чем в том же допустим выберлике это вообще полная безусица надеюсь не оскорбила чувства тех кто любит выберлик это чисто мое мнение я когда-то пыли такого цвета колонки не поверите покупала в экспрессе за 40 рублей долго шли ну а платочки они в принципе вот парео у меня до сих пор живые платочки вот такие они очень хорошие мне кажется у меня еще был кошелек он конечно не кожаный совершенно полной серии этого астрологического вот этого круга как раз у меня платочек такой еще жив я его использовала в видео о мистике может года два назад снимала скорее всего находится в плейлисте запросов или мнений что-то это вроде ну в смысле теги или мнения как-то так ну или просто если кому интересно забейте слово мистика у меня на канале там можно по поиску как-то найти ролик так в общем этот кошелек у меня около 12 лет жил очень такой качественный был что-то 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 насчет обуви ничего сказать не могу я бы не рискнула покупать обувь дистанционным кроме тапочек домашних чисто даже потому что у меня размер ноги 35 и с этим как-то проблемно даже когда меряешь что хочешь по магазинам уж тем более покупать вот так вот на пол практически готов мешки про счет этого ничего сказать не могу какое тут качество как в фиксбрайсе или лучше так интересно слышно как с этажей выше стекает вода которая слышится из моей ванны у вас тут успею купить она еще появилась когда я была представителем раньше была отдельная распродажка малюсенькая только за представителя а теперь для всех остальных вот этот я не пробовала так кажется мы смешались в рейтингом так дальше пошли детские шмотки тоже ничего сказать не надо хотя наволочку я бы заказала себе по размеру но вполне себе вот как я использую сейчас подушки тут детская косметика шок цена шампунь или гель за 99 прейса 119 я помню я за 79 покупала эти шампунь или гель но мне нравилась вишенка в принципе мне кажется она неплохая это детская серия хотя тоже практически 90% в составе химии такое давила своей подруге когда она только родила ребенка один из таких ароматов кажется красненький у меня был или фиолетово я уже не помню я думала что они уже снятые может как-нибудь закрашу потому что мне нравился аромат он такой все воненький пал если мне кажется что-то я заказала в этот раз но у меня нет этой распродажи кокос кокос какой-то еще фрукт маракуйя или что-то из серии Нейчерлс гель за туле по 69 рублей я заказала этот гель и еще один гель за туше но он уже в самом конце будет я вам покажу мне просто аромат понравился заказ у меня на 219 рублей и вышел вот я вообще ни разу не пользовалась хотя у меня какой-то был пробник но я что-то не прониклась после этой зеленью но мне как-то рано еще эту зеленью очень сильно рано вот у меня что-то сильно почесался надеюсь не очень просто громко было точнее не очень громко было вот этот гель для лица как он там мне я или сама заказывала или мне кто-то дарил короче он мне нравился неплохой крем я считаю в принципе вот эти вообще средства это очень важно что я вам советую такие присмотреться к этим всем Ботаник берите или нет или нет ботаник путик а а а не путик а по не путик а и с этой зеленью я вообще ничего не пробовала так что ничего сказать не могу как-то руки так и не дошли что тут купить вот эта пенка с вымыванием очень хорошая я как-то покупала себе пару раз такую еще меня подарила уже ну как бы меня спросила моя подписчица что бы я хотела и я сказала, что можно было бы такую она мне действительно такую подарила Лёлька, привет, тебе которая из Тюмени вообще серия Планета Сбана очень хорошая мне кажется мне очень нравится вот такая же только маска для волос штук 5 или 6 у меня таких было и Лёлька тоже мне дарила еще кто-то дарил из подписчиков и вот такие тоже я не знаю, какой-то из них но он несколько дней его в общем пробовал идем и вам два в одном или как-то так а вот этот тоник, я так понимаю, новый раньше у них был в Эйван Нейчерлс тоник с лепестками розы использовал, мне нравился вот этот, наверное, тоже должен быть неплохим Эйван Кэ у меня вот недавно закончился я забыл в каких-то там пустых баночках еще в прошлом году лосьон, шасмина, что-то еще в общем, в принципе, мне кажется, они неплохие лосьончики но я не думаю, что только мой был такой хороший я думаю, сама вообще будет у нас серия неплохая то, что тут есть, то ли шампунь, то ли гейт для душа вот эти гейт для меня стало открытием я как-нибудь для себя, может быть, закажусь и попробую потому что я не видела до этого я так поняла, что это новинка но чисто за меня это новинка просто заказать, попробовать хочу, как он, как гейт для душа и тут вроде как шампунь, потому что как шампунь как оно в тесне антицеллюлетними средствами я, конечно, не пользовалась ничего сказать не могу кажется, у меня был скраб от Эйвана, вот этот вудс и вроде даже крем какой-то, в принципе, неплохая тоже серия вот у меня сыворотка такая и бальзам для волос бальзам очень даже, в принципе, хорошая сыворотка тоже неплохая, я не поняла прикол своей подруге может, как бы обычно дарят шампунь и бальзам а не просто бальзам и сыворотку но как-то в паре и у меня по тем же действиям практически до сих пор еще есть масло для волос от подписчицы с Украиной, Алены и зачем мне еще сыворотка я просто не успею использовать срокогодность то и другое, плюс я так и не нашла дату изготовления ни на том, ни на другом вагоне я так понимаю что моей подружке просто досталось подарок в какой-нибудь упаковке и вот на самой упаковке была дата ну как бы дарю нам, у коню зубы не бьют спасибо ей за возможность использовать это вот средство но, в смысле, за такой подарок но все же мне бы хотелось знать дату изготовления краски краски никогда красками я ее не пользуюсь поэтому ничего сказать не могу но краски для волосы и вот этими средствами удаления волосков по всяким разным частям я тоже не пользуюсь не знаю хорошо, но из двух тут пены для волосы я считаю, что они очень хорошие но некоторые из них не очень по аромату но так они очень хорошую пену дают сами по себе эти флакончики так что если вы любите ли пены для волосы то я вам советую тут что-нибудь приобрести ну вот этот я очень мне нравится я задушила и жидкое мыло больше всего мне нравится с этой серии скраб скраб гамажное тело но я вот гамажами на вот такой задурзовый заряд уже давно не видела может его уже сняли в принципе неплохие цены так что можете себе что-нибудь заказать и вот пошли но скоро пойдут уже наборы и вот гамажами каждый за...хоть так... каждый за 79рп к покупке 2 у меня на тот момент еще было прилично гелет на душу и не стала ничего заказывать но я бы заказала через сегодня но пробула вот такой гель вот это мой любимый гель я в пустых баночках тогда неправильно сказала мне дарила знакомая вот такого формата 250 мл а потом так ешь 250 мл мне дарила только из тюмени потом большой, а у меня было от неё уже 500 мл очень классный аромат, похож вот именно так навлён парфюмерии, что в любой Париже и на Эрис Нуар смахивает это в Роше и похож на да Эликсир Буа Сенсуэль истинный эликсир чувственности тоже очень вкусный, классный аромат и вот мой любимчик тоже я считаю, что 250 мл за 79 рублей ну за 80 рублей, скажем так, вообще нормально вот пошли наборы 219 рублей наборы из 3 штук 199 тоже в принципе не полагаются да и вот тут наборы тоже 179 219 269 я считаю, что очень даже достойные наборы недорого и на подарок хорошо и себе любимые вот тоже я хотела сначала себе заказать но так как я не очень прониклась этим мылом оно у меня с одной стороны очень экономично с другой стороны не то, что я ожидала то я не стала заказывать плюс для меня вот этот аромат и этот довольно резкий и в подарок как бы дарить я не знаю, как бы у меня родственники вас приняли но в принципе все вот это вместе оно не дорого я считаю за 100 рублей для туши и кусочек мыла вот этим я не прониклась скрабиком для меня ну он конечно будет в пустых баночках но для меня я им буду скрабировать чисто пятки не очень короче я его поняла тут шампунки тут шампунки всякие набор за 400 рублей раньше мне кажется за 300 у них были но как-то дешевле цены растут скажем так и 5 средств за 400 рублей может быть даже и неплохо ну баблка мне вот честно не понравилась мне задарила моя знакомая бывшая ее и я ей честно признаюсь мыла посуду у меня просто рудный рефлекс взывал этот аромат Баблгама тут интимные средства в следующий каталог дальше мне уже два раза попадалось что в прошлом каталоге что вот в этом что он открывается сзади и называла бренд энканта розовый пакет кашемир мне очень понравился вот этот по аромату ванилькой пахнет я заказала себе этот гельдотуш 150 рублей кажется 200 миллилитров или 150 миллилитров уже не знаю поближе наверное 200 миллилитров закажите на сумму 3000 рублей и вам будет бумажечка на скидку 1000 рублей не ловится но мне вот честно белье эти меловицы не нравится я покупала себе когда была первый раз в Белоруссии в магазине этот торговый центр который в Минске находится просто под землей мне меловица совершенно не понравилась но это чисто мое мнение ну и вот вот такой у нас каталог и вот такой обзор надеюсь вы там словили мурашки или что-то в этом роде всем спасибо за просмотр и всем до новых встреч пока пока